Это такая домашняя обстановка, они все идеально должны быть, знаешь, как-то у всех блогеров 150 баночек стоит сзади. Друзья, всем привет! С вами Кирилл Емельянов, а.к.а. Отец Кирилл. Ну, по крайней мере, многие меня знают как отца Кирилла. Короче, сегодня я решил приготовить для вас паэлью. Сейчас многие скажут, так, ты не знаешь, как готовится настоящая паэлья, ее можно поесть только в Валенсии. Ну, ребят, пожалуйста, чемодан, вокзал, Валенсия, езжайте, выписывайте себе поваров и готовьте по тому рецепту, который вы считаете правильным. Я вам хочу показать сегодня тот рецепт, который будет максимально адаптирован для похода в соседний магазин, потому что все продукты, которые у меня сегодня имеются, они приобретены в магазине а-ля Пятерочка Дикси. Не знаю, что у вас там, чижики всякие. Что нам сегодня с вами понадобится? Понадобятся нам с вами вот такие вот миди зеленые на створках. Кальмар. Кальмар тоже у меня был замороженный. Я вот сразу решил отбросить все вот эти нюни, там показывать в кадре, как я его там варю, подготавливаю, зачищаю. Думаю, что все взрослые ребята, все знают, как это делать. Кревитосы я брал серенькие. Я снимаю панцирь для того, чтобы было удобно есть. И, конечно же, чищу ее от вот этой вот кишки. Что нам потребуется далее? Следующий наш ингредиент – куриный бульон. И он, на мой взгляд, один из самых важных. Потому что все будет зависеть от того, насколько ваш бульон пропитает вкусно рис. Варил его из остатков куриц, которые у меня были. Это там какие-то части от крыльев, какие-то части от ног. Посмотрите, насколько он получился офигенного золотистого цвета. Я думаю, что наш рис, пропаренный вот таким бульоном, получится просто топово. Что касаемо овощей, у нас идет болгарский красный перец, лайм, репчатый лук, чеснок, зеленый лучок для украшения, ну и, конечно же, чили. И что касается риса, разногласия о паэле и какой она должна быть, абсолютно идентичны с разногласиями о плове. Вот мне про плов постоянно говорят, вот плов надо делать так-сяк. Ребят, мы готовим так, как нам вкусно и так, как нам нравится. Ну и самое главное, чтобы это было максимально аутентично и бюджетно, что немаловажно на сегодняшний день. Так вот, что касается у нас с вами риса. Я взял самый обычный рис, который использую для приготовления суши. Я его тщательно промыл, просушил, потому что нам вот это вот клейки вина, клик, ну короче, вы меня поняли. Вот этот клей, который исходит из риса, он нам здесь абсолютно не нужен. Поэтому лучше тщательно пять раз промыть, просушить, и тогда у вас получится вкусная паэля. Что у нас по специям? Морская соль, черный перец, чили. Ну и, конечно же, я буду использовать обязательно масло Extra Virgin. Сегодня будет с добавлением трюфеля, поверьте, это еще больше добавит вкуса нашей замечательной паэля. Наливаем на раскаленную сковороду оливковое масло. Выкладываем креветки и придаем им золотистую корочку. Доводить до готовности не обязательно, это мы сделаем позже. Нарезаем кальмара на кольца. Я стараюсь сделать покрупнее, поверьте, так намного вкуснее он потом звучит в паэля. Обжариваем. И убираем в сторонку креветкам. Далее нарезаем репчатый лук. Я всегда режу на мелкие кубики. Болгарский перец я тоже порежу на мелкие кубики. Ну и также нарежу несколько слайсов для украшения. Чеснок давим. Рубим мелко-мелко. Далее обжариваем слайсы болгарского перца, которые пойдут для украшения. Обжариваем кубики лука и болгарского перца. Стараемся им придать на быстром огне, на сильном огне, прошу прощения, золотистый цвет. Добавляем чеснок. Перемешиваем. Сушеный чили. Молотый черный перец. Все тщательно перемешиваем. И вот здесь нужно добавить тот ингредиент, про который я забыл. Столовая ложка томатной пасты. Быстро перемешиваем, иначе паста имеет свойство пригорать. Ну и теперь у нас идет рис. Я напоминаю, что мы его должны распределить равномерно по всей территории. Ну а теперь добавляем куриный бульон. Оставляем нашу паэлью томиться примерно на 15-20 минут. Для украшения нарезаем зеленый лук и красный чили. Ну и конечно желаем. Им всегда нужно полить перед подачей. Выкладываем наши морепродукты. Первым слоем я всегда выкладываю кальмары. Следом мы добавляем мидии. Теперь выкладываем креветки. Морепродуктов в паэлье много не бывает, поверьте. Съестся все. Ну и в завершение добавляем болгарский перец. Обильно солим нашу паэлью. Закрываем крышкой и оставляем отдыхать. Ну что, настало время продегустировать нашу паэлью. Ребята, это тот самый вкус, который я пробовал в Испании. У нас получился рис чуть более разваренный, чем должно быть. Но я могу сказать, что в нашей семье это только плюс, потому что мы такое больше любим. Что касаемо морепродуктов, они идеально отдали свой вкус рису. Просто потрясающие кальмары. Чуть-чуть похрустывают. Перчик, лучок. Лук, кстати, вообще полностью растворился. Так, настало время попробовать мидию. Нужнейшее. Короче, мидия шикарно играет в этой паэле. Ну и теперь надо попробовать креветку. Как я и говорил, мы специально ее вот так вот почистили, чтобы она легко нам поддавалась во время еды. Кстати, в голове все самое вкусное. Ну и теперь едим. Порш. Хрустяще. Вся напитана соусом. Ну что, паэлья наша удалась, а это значит, что я настоятельно рекомендую, чтобы вы побаловали этим блюдом своих близких. Тем более, что совсем скоро наступают новогодние каникулы. А это значит, что пришла пора простых блюд. Скорее подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Кирилл Емельянов. Приятного вам аппетита и с наступающим! Ребятушки, это потрясающе.